Здравствуйте, дорогие подписчики! Не удивляйтесь, что я сегодня одна. Просто, если вы заметили, а самые внимательные, кто читает наш паблик, я думаю, заметили, что у нас такой экспериментальный спецпроект, где каждая из нас выбрала одну любимую свою тему, ну, не обязательно любимую, просто которая интересна, и решила рассказать, поделиться какими-то личными историями, связанные. Ну, вот я выбрала, например, Young Adult литературу, и сегодня я как раз тоже расскажу про это, про то, как я работала с ней, потому что у меня есть кое-какой опыт перевода, и, соответственно, про книги, которые в свое время я читала очень много. И вот, наверное, стоит начать немножко сначала. Ну, естественно, в постах я уже упоминала о том, когда этот жанр получил свое развитие, какую литературу следует отнести к жанру Young Adult. Но, тем не менее, я думаю, что стоит рассказать про это еще раз, потому что вдруг кто-то из вас не читал посты или, например, подписчики YouTube-канала. Поэтому начинаем. Итак, вообще еще в 18 веке литература подростковая... Появился такой жанр, как подростковая литература, и еще иногда его называли роман воспитания. И, например, в 18 веке это был Джон Ньюбери, это первый издатель книг для детей, и он всегда считал, что подростковая литература нам должна чему-то учить, что-то доносить, то есть быть своего рода таким старшим другом, товарищем и родителем, который смог бы как-то привить какие-то нормы морали, рассказать о каких-то сложных жизненных ситуациях на личном примере. Вот и, соответственно, оно началось. Это были какие-то истории про животных, возможно, приключенческие рассказы, связанные с путешествиями, с различными рода взрослениями, влюбленностями и так далее. Например, маленькие женщины, это тоже один из примеров, ну, Young Adult его не называют, да, но, тем не менее, его можно отнести к этому жанру, потому что о чем, соответственно, сам роман о девушках, которые взрослеют, и, соответственно, первая любовь, отношения, какие-то драмы, и, соответственно, да, тот же самый Гарри Поттер. Напрямую этот роман не относится к жанру Young Adult литературы, но, тем не менее, мы видим, что он про кого? Про подростков, да, которые сталкиваются с какими-то сложностями в школе, в отношениях, с родителями в отношениях и так далее. Льюис Кэрролл, допустим, тоже сама, Алиса в стране чудес, чем не Young Adult, да, поэтому, как мы видим, жанр довольно широк, он охватывает и фэнтези, и научную фантастику, и просто романы, и детективы, и много-много-много чего, то есть сам жанр по себе очень довольно широк, и любую книгу, в принципе, которая написана о подростках или для подростков, ее можно отнести к Young Adult. Ну, из современного, наверное, стоит отметить «Голодные игры» — один из самых популярных циклов, пожалуй, да, все читали, все смотрели. Классика, что тут еще можно сказать. Коллин Гувер, например, это тоже из современных авторов, но сейчас это вообще романы Young Adult получили очень широкое распространение, сначала в Соединенных Штатах, и затем у нас в России сейчас тоже начинается такой бум, много появляется современных авторов, которые пишут про подростков, для подростков и так далее. Вот, например, сегодня в посте я рассказывала уже про Суржевскую и других авторов, то есть можете почитать, кому интересно. А как же вообще лично я пришла к этому? Все началось давно. Стоит ли начать с самого начала? Ну, то есть я всегда любила читать. Я всегда читала много, и, в принципе, сначала это какие-то детские рассказы, там, всякие детские детективы, они были популярны в свое время в библиотеке, их просто было целая куча, может, кто-то помнит такие, они обычно в белых обложках с яркими картинками. И вот я читала их довольно много, потом в мою жизнь пришел «Властелин колец», «Хоббит», соответственно. Были периоды, когда я не сильно читала, я думаю, у всех такие были, стоит признаться. Особенно школьную литературу, «Войну и мир» она прошла мимо меня, и неизвестно, появится ли она когда-нибудь в моей жизни еще. Не думаю. Ну, вот, соответственно, и дошла я до Янг Кэдлт-литературы. Узнала я про это совершенно случайно, вообще я всегда любила фантастику. Фантастику и фэнтези. А тут появился такой жанр, ром-фанд. Слышали о таком? Это, соответственно, фантастика, фэнтези, основанная на какой-то романтической линии. И, знаете, это довольно увлекательно и занятно, потому что мир вроде бы волшебный какой-то, это всякие фейри, эльфы, волки, оборотни и так далее. И вот одна из первых книг, наверное, Янг Эдлт, которую я прочитала, она попала ко мне чисто случайно. Я вам даже покажу этот циркл воронят, про воронят, Мэгги Стивотер, Король воронов, Похитители снов, воронята сами и так далее. Это, наверное, был первый такой роман, да, Янг Эдлт, который ко мне попал. И первая книга, это, соответственно, воронята, она про подростков, девушка там видит будущее. Если рассказывать коротко, у нее вся семья видит будущее. И, соответственно, вдруг ей предсказывают то, что она влюбится в молодого человека, и он погибнет из-за этого. Ну, естественно, что она встречает молодого человека, который ей привиделся однажды в видении. И они начинают все это расследовать. Очень много мистики, очень много тайн. Вообще, на самом деле, интересные книги. Несмотря на то, что жанр называется либо подростковая литература, либо Янг Эдлт, и везде написано, что она рассчитана на взрослых примерно до 20-21 года, я вам скажу, что нет. Даже по статистике продаж Янг Эдлт-Литература пользуется гораздо большим спросом у взрослых, нежели у подростков или молодых людей. И, знаете, оно неудивительно. Во-первых, такие романы, они читаются очень легко. Незамысловатый сюжет о простых ребятах, которые сталкиваются с разного рода проблемами на личном фронте или с друзьями. Ну как, они нам всем близки, правильно? Все мы сталкивались с какими-то такими проблемами в отношениях, еще где-то. И, соответственно, что? Когда мы это все читаем, нам легче пережить вот этот вот опыт. Если вы даже не переживали какой-то такой опыт, вы можете его прожить через героев романа. Для этого такие, соответственно, романы и нужны. То есть зачем учиться на своих ошибках, когда умные люди учатся на чужих ошибках, да? Но это не про нас, да? Соответственно, я рекомендую вот эту серию. Если вдруг вы решите все-таки прочесть что-то из Ян Кэдлт-литературы, то обязательно обратите внимание на Мэггис Ти Уотер. Вот, серьезно. Нету вот этих вот глупых клише, каких-то таких вот сопливых моментов. Девушка, сама героиня, она достаточно интересная. Она сильная, она серьезная. Она рассудительная. Ну, естественно, она не такая, как все. И вот эти вот типичные моменты присутствуют. Не будем уж совсем говорить, ставить точку на типичных клише моментах. Но, тем не менее, все равно я считаю, что это то, что стоит прочесть. Дальше от той же Мэгги Ти Уотер. У нее были романы про волков Мерси Фоллс. Да, это грешник, дрожь, превращение, вечность. Здесь про парня, который сам по себе оборотень. Да. И девушка, которая тоже то ли оборотень, то ли нет. Там все сложно. Они, в общем, ищут, как друг другу помочь, как справиться с этой ситуацией. Потому что отношения достаточно сложные. Естественно, вся эта охота на оборотней. Свои особенности в отношениях. Но романы действительно тоже интересные. Вообще, Мэгги Ти Уотер, она очень круто пишет. У нее есть еще другие романы. Я, к сожалению, читала не все. Но язык, сам написание интересные, красивые обложки. Ну, естественно, это Freedom, это издательство Exmo. Крутые. Честно, крутые. Прямо рекомендейшн. Я бы прочитала, наверное, их еще раз перечитала. Если не говорить про вот такие романы, они, в принципе, подходят, наверное, для любого возраста. Поэтому можно смело и там 16 лет, 15 лет их читать. Есть романы, которые от 18 лет. Вот, допустим, в свое время это были... Ну, Леди Дым. Я про них тоже рассказывала в одном из постов. Лоры и Себастьян. Леди Дым. Королева Искр. И Принцесса Пепла. Все это романы про девушку, которая попала... Ну, ее мать убили в свою... Когда ей было 6 лет. Она была принцессой. У нее отняли все. Естественно, она хочет вернуть себе трон. Но на троне есть некий молодой человек. Ну, естественно, вот этот вот... Знаете, еще есть момент, когда от врагов до возлюбленных. Наверное, тоже есть в этом какой-то интерес. Когда мы читаем... Ну, всегда интересно, да? Как развиваются отношения от ненависти и до любви. Не зря же говорят, что от ненависти до любви один шаг. Ну, вот, соответственно, в таких романах это очень часто показывают. И очень часто это одна из ведущих сюжетных линий. И, знаете, оно цепляет. Оно в самом деле цепляет. И это говорят в кучу хороших отзывов на этот цикл. Поэтому тоже, если хотите ознакомиться с Ром Фантом, потому что здесь и сражения, и страсти. То есть есть все. Из таких, которые я могу еще очень сильно отметить, которые прямо хочу порекомендовать, это Проклятие одиночества и тьмы. Я тоже про них уже рассказывала. И у него же есть у этого романа продолжение «Сердце яростное и разбитое». Я начала вообще интересоваться и зачитываться. Прямо вот зачитываться, уходить. Вот эти читательские запои Ян Кэдл от литературы, когда я подрабатывала, и мне совсем не хотелось читать ничего серьезного. То есть начни не читать какого-нибудь Достоевского, Толстого. Наверное, я бы умерла от скуки, заснула бы, и вообще мой мозг бы взорвался. А когда ты хочешь расслабиться, наверное, нет ничего лучше, чем прочесть какую-то простую книгу с незамысловатым и вроде бы предсказуемым сюжетом. То есть, понятное дело, если вы слышите, что в книге любовная линия строится от ненависти к любви, то что нас ожидают в конце? Логично. Естественно, главные герои будут счастливы вместе, они преодолеют все эти невзгоды, но все равно читать интересно. И вот этот цикл, это ремейк на Красавицу и Чудовище. Всем знакомая сказка. Наследный принц, его жизнь всегда была прекрасна, но могущественная колдунья наложила на него проклятие. И юноша разразом вынужден проживать осень своего 17-летия. И только лишь любовь прекрасной девушки может разбить это заклинание. Ну, естественно, эту прекрасную девушку он встретил, но иногда и любви недостаточно. Требуется что-то еще. И есть, соответственно, вторая книга, это продолжение, он обрел свободу, все прекрасно, но он вынужден защищать. Но я не дочитала вторую часть, наверное, потому что, во-первых, она вышла, когда мой интерес к young adult литературе немножко подугас. И вот знаете, из негативных таких моментов чтения young adult литературы я могу отметить то, что после нее бывает достаточно сложно сконцентрироваться на чем-то другом. То есть если вы можете найти вот этот вот баланс чтения такого ром-фанта и всякой подростковой литературы и чего-то более сложного, серьезного, то это круто. Я же могла, как семечки, щелкать эти книги, за ночь прочитать одну, сесть вечером, утром не проснуться, вернее, оторваться от страницы, увидеть, что, опа, пора там вставать на работу и идти, то, наверное, это не очень хорошо, потому что, взявшись за Элизабет Гаскелл после кучи прочтения вот этого, я могу сказать, что сконцентрироваться мне было довольно-таки сложно. Длина предложений, языковые конструкции и так далее, ну, естественно, все это зависит от романа. Ну, вот, например, я хочу упомянуть немножко о переводе. Есть романы, которые я переводила, ну, как я уже тоже рассказывала в постах. Однажды я читала и подумала, а почему бы не совместить приятное с полезным? Я могу первое получать книги, я могу их первое прочитывать еще до того, как они выйдут на официальном рынке, я могу переводить их и видеть свою фамилию на обложке, тоже приятно, да. Ну, и, соответственно, вообще, в принципе, заработок такой неплохой, и, короче, все круто. Плюс я переводчик, переводить люблю, язык люблю, все, все замечательно. Вот, я вызвалась, написала в издательство, они мне ответили, все круто, дали тестовое задание, я его прошла успешно, начала переводить, и первая книга, которая мне попалась, это романы, тоже цикл Шен, это американская писательница, это лучшая романтическая проза, между прочим, 2019 года, нежное безумие, вот такой вот роман, ну, он уже, соответственно, ближе к 18+, но опять плохой парень, хорошая девочка, которая попадает, они должны были быть друзьями, но они оказались врагами, и вот это вот напряжение, когда они вроде бы ненавидят друг друга, но при этом их тянет друг к другу, оно очень, прямо, так сказать, кипит, поэтому крутой, крутой роман, и еще я его переводила, поэтому минутка саморекламы, ну, и за ним вторая часть, «Сломленный рыцарь», это про другого героя уже, они друзья, там есть целый цикл, цикл уже ушел дальше, к другому переводчику, потому что книги эти начали буквально вылетать из-под пера Шен, ну, наверное, в этом есть свои какие-то моменты редакторские, что если роман стал успешным, то, скорее всего, заключается какой-то контракт, где писатель вынужден раз в какое-то время, в период времени, выдавать новую книгу, ну, вот оно и пошло. Первые романы, они реально, ну, прикольные, видно, что когда человек старается пишеть дальше, оно уже начинает, там путаются события, там герои недостаточно хорошо прописаны, там еще что-то, это постигло, наверное, и романы Эммы Скотт, вообще это считается очень-очень популярным автором, и когда я читала, писала все эти отзывы, очень много отзывов именно на Эмму Скотт, потому что она одна из самых популярных янг-эдолт писательниц, и вот это тоже книга, которую я переводила, сейчас и навечно она называется, здесь про девушку, которая была зависима от разных наркотических средств, и она решила выбраться из этого, начать новую жизнь, она переехала в другой город, и встретилась с молодым человеком, который, на удивление, оказался отцом-одиночкой, достаточно молодой, он еще учится в университете, но вот так случилось, и они вместе как бы проходят этот путь, он учится доверять, он учится прорабатывать какие-то свои неуверенности, она же борется с зависимостью, идет к своей мечте, стать хорошим танцором, тоже интересный роман, первые романы Эммы Скотт, они, наверное, были более удачные, что касается описания героев, то, как они раскрываются в книге, дальше, такое ощущение, что она писала это буквально на коленке, да, ну, у меня сложилось лично такое впечатление, возможно, может, вам так и не покажется, но, тем не менее, я осталась немножко недовольна последующими романами, и вот, но этот прикольный, это тоже минутка саморекламы, можете открыть, и здесь будет написано, переводчик Силаева Жанна, да, ну, вот, и, соответственно, это прикольный опыт, на самом деле прикольный опыт, но, что касается, вот, как раз языка написания, я вроде начала про одно и перескочила к другому, во-первых, предложения, когда ты читаешь оригинал, они намного короче, чем мы привыкли видеть в русском языке, или чем мы привыкли видеть в классических английских романах, допустим, у той же Джейн Остин, Шарлотты Бронте, у них предложения, они объемные, они красивые, они буквально, ну, наполнены какими-то причастными, депричастными оборотами, здесь такого нет, здесь есть такой спорный момент, что предложения, ну, они приблизительно, мы встретили в супермаркете, точка, мы пошли гулять в парк, точка, мы понравились друг другу, точка, и все, и вот примерно из этого строится весь роман, я такое не смогла себе позволить, переводить, вот именно так, как написано, мне захотелось чуть-чуть приукрасить, добавить каких-то оборотов, каких-то средств, метафор, фраз, и, соответственно, это допустимо, в переводе это допустимо, но перевод, наверное, это вообще отдельная тема, потому что очень много нюансов, но, тем не менее, например, в одном из отзывов я столкнулась с таким, что количество дейпричастных оборотов убило эту книгу, ну, не знаю, ну, возможно, кому-то, опять-таки, если кто-то привык читать такого рода литературу, то, наверное, язык, который чуть-чуть сложнее, чем мы встретились и пошли гулять, может показаться сложным, но я всецело за усложнение, ну, не усложнение, наверное, лучше сказать за красоту языка, за его богатство, поэтому, да, я соединяла многие предложения, я чего-то там добавляла, как-то меняла структуру, ну, кому-то это, наверное, не понравилось, но во многих отзывах я видела, что люди довольны, то есть красиво написано, спасибо переводчику, это тешило мое самолюбие, вот, и, соответственно, вот так я попала в перевод, сейчас, да, сейчас, наверное, я уже практически не читаю, у меня остались книги на полке, которые я покупала, и они не дочитаны, например, я думаю, что вы слышали Сара Маас, Королевство шипов и рост, это очень популярный цикл, я не знаю, наверное, у каждого блогера в свое время этот цикл, еще у нее есть цикл Стеклянный трон, наверное, из каждого блога, запрещенной социальной сети, кричали, что Маас, это просто богиня Ром Фанта, я купила этот роман, но, к сожалению, я его почему-то так и не прочитала, ну, опять, наверное, потому что вот этот период жизни закончился, когда мне хотелось чего-то совсем простого и легкого, и я ушла в классику назад, вернулась, так сказать, к истокам, но, тем не менее, я все равно его когда-нибудь дочитаю, к тому же, он совсем небольшой, я думаю, что это опять у меня займет где-то ночь, может быть, полторы, но я уже не так молода, поэтому ночами читать не буду, тем не менее, вот, и есть еще Кира Касс, их много, этих авторов, которые пишут, Ян Кэддалд, и, в общем, выбрать вы можете на любой вкус, хотите фэнтези, обратите внимание на Бриджит Кэммерор, Лору Себастьян, Мэггести Уотер, если хотите реализма, то, наверное, это Эмма Скотт, так что, или Ишен, еще, да, она тоже пишет, там нет у нее фейри, вервульфов и вампиров, если хотите сражений, каких-то рыцарских моментов, то Маас, наверное, это для вас, и, ну, в принципе, Бриджит Кэммерор тоже, потому что он тоже описывает такие, какие-то войны, рыцарство, сражения за власть, а что еще я заметила с момента прочтения, это то, что все книги, они путаются в голове. Я помню четко, что в каком-то романе я читала про девушку-инвалида, за которую ухаживала ее сестра, из-за чего родители мне отпускали ее учиться в другой город. Я тщетно пыталась найти этот момент в тех романах, которые я читала, но я так его и не нашла. Все книги, все книги, они у нее стоят на полке, я их никуда не девала, не дарила, не продавала, но я не могу найти, в каком романе это было, я перечитала все, я даже спрашивала отзывы, я не знаю, куда-то испарился этот момент, то есть оно смешалось, и говорят, что такое, кстати, происходит, когда ты читаешь очень много рассказов Агаты Кристи, что они начинают между собой смешиваться, и ты все, и ты забываешь, то есть каждый рассказ Агаты Кристи, который ты читаешь, как будто читаешь новый рассказ. Плохо ли это? Ну, я не думаю. В свое время эти книги помогли мне очень круто отвлечься и заработать, получить опыт в переводе, и они в целом, наверное, на многое повлияли. Да, кто-то, я сталкивалась с таким мнением, типа, фу, ты читаешь вот эту всю современную литературу, ну да, и не вижу в этом ничего плохого. На самом деле, очень много достойных авторов, которые, я уверена, что, например, у той же Мас, потому что «Стеклянный тронцикл», он очень популярный, я уверена, что есть уже и книги, и фильмы, экранизации по этим книгам, и я думаю, что в свое время они, может, тоже уже станут классикой. Где-то там лет через 50 мы будем читать Эму Скотт на урок, не мы, а наши там пра-пра-пра-внуки, будут читать Эму Скотт на уроках литературы и думать, блин, вот это круто. Да. Может, конечно, такое не случится. Ну, время покажет. Как говорится, любая книга, она проверяется временем и становится классикой. Так что рассказывайте, делитесь вообще, читаете ли вы Янг Эдл-Литературу, как вы к этому относитесь. Интересно ваше мнение, может, вы что-то читали из этого, а может, вы переводили даже что-то, потому что они выпускают достаточно огромное количество книг, это издательство «Эксмофридом», и переводчики у них прямо требуется постоянно и с разными языками, поэтому вот, делитесь, очень жду ваше мнение и спасибо, кто досмотрел до конца.